языковой ситуации в этом регионе, но мы будем смотреть на нее не с точки зрения ученых-лингвистов, а с точки зрения носителей традиционного сознания, как славянское население вот таких и подобных им контактных зон, потому что на самом деле, ну вот просто основной материал у меня будет из вот этого вот восточно-западно-славянского пограничного, на самом деле такие же контактные зоны славян и неславян, существуют, как вы прекрасно знаете, например, на Балканах в южнославянской традиции, есть, так сказать, явление очень интересное славяно-германского пограничья, то есть мы будем говорить о таких, в общем-то, довольно общих для таких зон явлений. Еще раз повторяю, значит, предметом нашего внимания будет чужой язык, но услышанный скорее, да, а потом и, наверное, и увиденный, что тоже важно, носителями славянской народной традиции, ну, грубо говоря, упрощенно крестьянской культуры, то есть о высокой книжности здесь речи идти не будет, а речь будет идти о фольклорных легендах, о суеверных представлениях и всякого рода верованиях, которые формируются внутри славянской среды по отношению к своим этническим соседям, этническим и конфессиональным соседям, потому что конфессиональный момент здесь очень важен, очень часто культурный раздел проходит именно по признаку того, какую религию исповедует, так сказать, данная группа населения. Итак, для начала скажу, что, в общем-то, все темы, связанные с этнокультурными контактами, так или иначе касаются рассмотрения такой универсальной оппозиции, которая характерна для народной культуры свой-чужой. И, естественно, вот по этому признаку, с помощью этого признака, с помощью этой характеристики можно описать практически любое культурное явление, которое составляет картину мира, традиционную картину мира. Свой-чужой очень хорошо соотносится с другими такими оценочными категориями, которые тоже играют важную роль в народной культуре, такими как хороший-плохой, праведный-грешный, живой-мертвый, что самое интересное, ну и, конечно, правый-левый. Если мы вспомним всю символическую нагруженность вот этих признаков, то здесь все станет на свои места. То есть и пространство делится на свое и чужое, и религии вера делятся на свое и чужое, обряды бывают свои и чужие. По-разному можно к этому относиться, но, тем не менее, народная культура в этом отношении проявляет достаточную степень толерантности и полного отторжения чужого никогда не происходит. К нему можно приглядываться с той или иной долей осторожности или подозрительности, его можно игнорировать, но исключить его из, так сказать, окружающей действительности нельзя. Более того, оказывается, что в ряде случаев элементы чужой культуры оказываются полезными, востребованными, нужными в рамках культуры своей. И вот, в частности, вот если мы возьмем тему языка, это я покажу на конкретных примерах, как это происходит. Но сначала, наверное, надо ответить на вопрос, как решается в народной культуре проблема того, что существуют вообще в объективной реальности разные языки, откуда они, так сказать, образовались. И на этот счет имеется ответ среди тех легенд народных, которые по-своему трактуют события библейские, ветхозаветные события. И, конечно, когда говорят о наличии разных языков, сразу востребованным оказывается сюжет о Вавилонском столпотворении, о строительстве Вавилонской башни и тех последствиях, которые имел этот дерзкий эксперимент. Вот одна из легенд, которую я записала в Полесье, рассказ, который представляет собой народную концепцию происхождения и родства языков. И в этот рассказ совершенно органично вплетаются народные переработки сюжета о Вавилонской башне. После потопа стал расходиться народ, стали заселять землю и задумали, значит, кирпичи стали полить и задумали рубить башню до неба. Это в Библии написано. Башню до неба рубить. И работа шла успешно. И Бог сам подумал, ну да чего ж, все равно они не достроят. Это ж даромный труд. Як их приостановить? И вот помешал языки. Помешал языки, то и кричит, давай воду, а то и неси хлип. Кричит, давай, значит, кирпич, а виннеси воду, не понимая. Вот и оставили тую башню. Так говорят, что где-то воно строилось, то и до сетам у станки есть. Оставили ее рубить и давай города строить. Бог сказал, рубить и города строить. И с того времени так и язык помешался. И народ стал расходиться, и один от одного отошел. Я сам удивляюсь, что русский язык из всех языков самый наитягший. Я замечаю сам. Польский, я за польские школы ходил. Но здесь надо сказать, что вот эта территория западного Полесия, она до 1939 года входила в состав Польши. Естественно, информанты старшего возраста, а вот этот дед, с которым ведется беседа, был 1910 года. Значит, я с ним разговаривала в 2000 году. В свои 90-е лет он обладал прекрасной светлой головой, памятью. И выдавал вот такие вот нарративы. И просто, так сказать, от и до, цитируя и священное писание, и прикладывая к этому огромное количество фольклорных интерпретаций этих сюжетов. И вот он свое отношение тоже. Я замечаю сам. Польский, я за польские школы ходил. Богато там таких русских букв. Примерно буква О одинаково и за Польшу, и у нас. Буква К тоже подходит, а уже буква Т по польскому М. Ну понятно, да, что он имеет в виду? Что наша Т, да, соответствует латинскому М. Вот, так сказать, грамотный такой вот начетчик в лучшем смысле этого слова. Там уже по-другому. Ну и еще язык немецкий подходит под еврейский. Да, под еврейский. Ну здесь я, значит, естественно, сделала большие глаза, изобразила большое удивление. Было страшно интересно, как он это будет мотивировать. Вот у нас уже в ту войну, он вспоминает еще Первую мировую войну, когда он был мальчиком. Як я был малым, то у деревни стоял немец один, и переговорщик, переводчик у него был еврей. Так вон и понималися. Ну, естественно, значит, он имеет в виду как-то, видимо, близость немецкого языка и языка идиш, который для многих полевских жителей не был тайной за семью печатями, потому что жили они в непосредственном соседстве с евреями. И более того, вот там не только евреи жили в местечках, да, вот более-менее обособлено в городках, они жили и в полевских селах, то есть среди вот полевских крестьян. И вот в этом селе Речице, в Волынской области, оно вообще как бы очень глухое такое место. Там до 70-х годов, когда мы в 79-м году первый раз приехали туда в Спицу, туда даже дороги не было нормальной. То есть, в общем-то, понятно, что путь в ближайшее местечко за 20 километров лежал через болото там тайными тропами. И вот в этих глухих местах тоже жили евреи. И жили они, как я уже сказала, в непосредственном соседстве с пыльшуками, в таких же хатах. Значит, контакты у них были более чем тесные. И, естественно, вот этот самый язык идиш, он был в полном, ну, как бы в ходу, как, например, язык, ну, торговых операций, торгового общения. В быту они общались многие, так сказать, вставляя слова и выражения, значит, своих соседей. Своеобразный такой билингвизм, да, существовал как с той, так и с другой стороны. Естественно, евреи тоже владели местным славянским наречием. Ну, и некоторые, так сказать, вот пыльшуки, которые либо работали у евреев, либо совместно с евреями работали, помогали им по хозяйству, они имеют представление о языке идиш. И вот, значит, как-то вот он вычислил, что язык еврейский подходит под язык немецкий. А вот этот американский, римский, японский, тот тоже трошку на польский похожий, но он имеет в виду латинскую грамоту, конечно, в смысле латиницу. Ну, а теперь на всяких этих этикетках есть русские буквы. А около Иерусалима, говорят, богато наций и богато языков есть. А вот еврейский язык, он как бы, ну, он говорит, что он был самый первый, видимо, самый древний, а для нас-то вин тяжкий. Но все-таки что-то понимаешь. Значит, вот и тут он, значит, когда я спросила, какие, значит, слова и выражения он помнит, у него в сознании мгновенно активизировался такой словарь-разговорник, который, значит, вот которым он пользовался при общении с соседями евреями. Но об этом отдельно скажу немножко позже. Так вот, как мы видим в его рассказе, довольно близко к тексту канонической Библии пересказан сюжет о Вавилонской башне, но и, значит, вот здесь сказано, что отсюда и произошли разные языки. На самом деле, вот интересный вопрос о том, сколько этих языков было, значит, на сколько языков бог разделил существовавший некогда единый язык. Этот сюжет содержится и в средневековых книжных памятниках, в частности, вот Толковая пылья упоминает 72 языка. А Откровения Мефодия Потарского, ну, это все очень такие, ну, скажем, важные памятники для средневековой книжности, они относятся к числу апокрифических памятников, тем не менее, были широко востребованы, так сказать, в книжном, в обиходе книжников и переписчиков. Значит, Мефодий Потарский говорит, что языков-то было изначально немного, всего 12, по числу колен израилевых, которые вот изначально, так сказать, существовали. И в связи с этим интересно, как на это число реагирует народная традиция. Чаще всего каких-то точных чисел не называется, но встречаются довольно интересные примеры, в частности, вот такое у болгар в родопах бытовало представление, что действительно языков было изначально 72, и после рождения маленькие дети говорят сразу на всех этих 72 языках, поэтому их трудно понимать. Вот они, значит, лопочут, что-то такое на своем птичьем языке непонятное. И только постепенно они усваивают один родной, так называемый, вот свой базовый язык, а остальные забывают, и речь их становится понятной для окружающих. То есть на самом деле вот малыши где-то там, так сказать, в такого несознательного возраста, они являются полиглотами, носителями всех 72 изначальных языков. И вот в этой связи интересно, что каждая местная традиция фольклорная пытается вписать себя в перечень вот этих вот, ну, скажем, изначально выделенных языков, это престижно, да, представлять, что, ну вот, когда Бог языки размешал, то среди этих языков был и тот, на котором ты сейчас общаешься. И поэтому в народных легендах очень любопытны вот перечисления, да, на кого Бог поделил изначально вот этот самый изначальный народ, изначальный язык. Вот, например, такая польская легенда из Кракова, значит, рассказывает о том, что когда башня достигла небес, Бог отворил в небе окошко и погрозил строителям пальцем. В головах у них все помешалось, и с тех пор люди стали немцами, итальянцами, поляками, французами, турками, евреями. Как кому выпало? Значит, это польская легенда. А вот болгарская легенда. После смещения языков стали турки, греки, болгары. То есть, ну, как бы называются те языки, во-первых, свой, да, в этом списке присутствуют, и, во-вторых, языки наиболее, так сказать, востребованных, что ли, этнических соседей или этнических противников, что тоже важно. А вот дальше эта легенда продолжает, что, конечно, непонимание между народами, из-за того, что они все говорят на разных языках, имеет нехорошие последствия для всего человечества, потому что грозит миру атомной войной. Люди вот не могут никак договориться, чтобы жить мирно. Ну и совершенно замечательная легенда на ту же тему с таким прекрасным выводом была записана в Могилёвской области. Значит, мы же от явреев произошли, усе знали яврейский язык, но после вавилонского столпотворения стали разные языки, и русский, и китайский, и многие. То есть вот такой, значит, как бы вывод можно сделать о том, как произошли разные языки. Ну, на самом деле, в этой связи любопытно рассмотреть еще один момент, а именно то, как трактуют в народной среде особенности разных наречий. Вообще, как бы вот у носителей, скажем так, диалектного сознания, да, и диалектной речи, у них оказывается очень такой тонкий слух, они малейшие замечают различия, отличия, да, в своем языке, в том, как говорят соседи. И, например, даже вот когда речь идет не о разных этносах, а просто даже вот, ну, если мы возьмем русскую традицию диалектную, подмечают отличия говор соседей там соседней деревни. И уже они тогда вот по принципу того, что они не так говорят, становятся чужими, уже про них могут сказать, что вот они не наши, они там, допустим, ну, вот в регионах, где есть цоканье, да, в русских говорах, вот там есть такие, как бы, ареалы, где кто-то цокает, а кто-то не цокает. И вот это вот цоканье, значит, тут же становится своеобразным культурным маркером чужака. И уже, как бы, сразу можно определить, кто есть кто. Так вот, эту сферу представлений обслуживают легенды, которые условно можно назвать этноцентрическими, потому что этноцентризм — это такое понятие, на котором любая народная культура базируется. Это понятие, значит, как бы, является, основой этого понятия является идея о том, что свое, своя система ценностей, своя, так сказать, свой уклад жизни, свое отношение, так сказать, к жизни, своя мораль, свои обряды, свои устои, они лучше и являются более статусными по отношению ко всем другим. Это явление в свое время польский этнограф Ян Станислав Быстроин назвал образно-мегалумания народова, то есть народное самовозвышение. И действительно, в общем, как бы и сейчас, если мы занимаемся традиционной культурой, мы должны все время учитывать, как бы, отголоски вот этого достаточно такого укорененной идеи о том, что вот свое — это всегда немножко лучше, чем соседское. И вот в рассказах об особенностях чужих говоров это тоже проявляется. Ну вот, например, такая легенда из Западной Белоруссии о происхождении мазуров. Значит, ну, это непосредственные, в общем-то, соседи западных белорусов, да, мазуры этот, значит, субэтнос в Польше, в северо-восточной. И вот белорусы рассказывают следующее, что в начале света жил один человек, который был такой гордец и заносчивый, никому не уступал дорогу. Однажды ему не повезло, и он на дороге встретился с чертом, и они подрались. И черт выбил ему зубы. И этот человек стал шепелявить, и эта особенность его говора передалась всем его потомкам, поэтому, значит, до сих пор мазур такой, значит, шепелявый говор. Ну, действительно, по сравнению с недавно звонким белорусским языком и даже польским, да, где много шипящих мазуры, шипят особенно активно, и это, так сказать, слышно. Ну, для этого, вот, пожалуйста, как бы, как говорится, причина этому находится где-то там в доисторические времена, когда их предок что-то там с чертом не поделил. Что касается вот того, как русские слышат, например, белорусский говор, что нам режет слух, скажем так, да, носителям русских говоров, когда они слышат говор белорусский. Это характерное дзеканье, да, где дети, вот, если, так сказать, белорусский говор именно обладает этой чертой. И даже русские поговорки на это среагировали. Разве лихо возьмет Литвина, чтобы он не дзекнул? Ну, Литвинами традиционно, вот, называли не литовцев, а, вот, жителей, так сказать, западных областей Белоруссии, которые традиционно входили в состав Великого княжества Литовского. Вот такой вот этноним к ним пристал. Значит, только мертвый Литвин не дзекнет. Как не закайся, Литвин, а все дзекнет. То есть вот эта вот характерная особенность сразу речи выдает в Литвине Литвина. И даже вот фонетические различия внутри какой-то вот маленькой локальной традиции могут отслеживаться. И с такой интересной ситуацией нам пришлось встретиться в Вологодской области во время экспедиции в Харовский район, где сохранился очень архаический говор, вот, на фоне всех других, так сказать, вологодских говоров, которые тоже достаточно древние. Ну вот говор этот характерен тем, что там сохраняются рефлексы ять и дифтонги. И они так вот растягивают слова, и, значит, вот эти дифтонги очень слышно, они их буквально поют. Это вот ровно в одном Слободском сельсовете Харовского района, даже не во всем районе. Так вот, жители этого самого несчастного сельсовета, соседи из ближайших окрестностей, как только не называют, обзывают их и хохлами, и латышами, и немцами. Ну, как бы вот, не имея, конечно, представления иногда четкого о том, как, на самом деле, разговаривают хохлые латыши и немцы, но вот эти вот особенности, да, чисто фонетические, сразу являются причиной того, что им наклеивают ярлык чужого. Один из, значит, признаков чужого языка – это то, что этот язык непонятный. Вот если специально, так сказать, не задастся целями общаться постоянно с этническими соседями, да, то чужой язык как-то вот это на самом деле нечто неясное. И вот есть такая любопытная легенда, которая объясняет непонятность языка цыган, в частности, для поляков. Они говорят, что у цыган не чисто мова, то есть непонятный язык. Ну, в этом отношении цыгане, наверное, оказались чемпионами на вот этом вот поле этнокультурных контактов, потому что их язык действительно как бы всегда оставался языком непонятным, неизвестным для окружающего населения, в отличие от языка евреев, который, как я говорила уже, в ходе контактов, так сказать, он усваивался с цыганами, было иначе. Как-то их язык почему-то, так сказать, в практику не входил, в практику общения. Так вот, значит, рассказывают, опять же, обращаемся здесь к Народной Библии. Вообще, вот этот свод библейских легенд фольклорных, он дает ответ на все вопросы. В общем, что ни спроси, да, почему у осины листочки трясутся, да, почему там, я не знаю, корова жует жвачку, а почему там какой-то там ласточки раздвоенный хвост, на все найдется ответ. В том числе, значит, вот почему цыгане непонятно говорят. Потому что, как повествует эта легенда, когда евреи решили распять Христа, они пришли к цыгану-кузнецу и попросили его сделать гвозди для распятия. И цыган сделал эти гвозди с тем расчетом, заказ был такой, чтобы, значит, помимо того, чтобы, когда будут распинать Христа, гвозди ему вбили не только в руки и в ноги, но еще и в сердце, чтобы уж совсем, так сказать, никак он не воскрес. И тогда, значит, цыган выполнил заказ, сделал эти гвозди, а цыганка, жена этого кузнеца, ей стало жалко Иисуса Христа, и она один, вот этот гвоздь, который предназначался для вбития в сердце, она его спрятала себе под язык и держала его во рту довольно долгое время. Этот лишний гвоздь не нашли, значит, Христа распяли вот так, как есть, и поэтому он воскрес. А за это время несчастная цыганка успела поранить себе язык и губы этим острым гвоздем, и с тех пор речь цыган стала непонятной. И вот, так сказать, эта непонятность до сих пор и существует. Это тоже, в общем, как-то вот от какого-то первоначального события, да, вот такие многовековые последствия возникают. Еще одна, что касается, так сказать, особенностей говоров евреев, значит, легенда из Прикарпатии отвечает на вопрос, почему все евреи картавят. Ну, действительно, значит, что первое на слуху, вот, допустим, для славянского уха, да, отличает еврейскую речь, это вот такой вот жесткий звук «р». И, естественно, нужно найти этому объяснение. И объяснение, значит, найдено. Рассказ такой. Сидели на берегу Днепра, естественно, украинцы-чумаки, которые вот путешествовали, да, в южные там страны, и оттуда привозили соль, вот, и вдруг видят, что плывет по реке корзина. И они эту корзину выловили и обнаружили там младенца. Но этим младенцем был, естественно, младенец Моисей по Днепру. В кошелочке плывет. И они его спасли, и, значит, стали, ну, что делать с ребенком? Они его решили накормить, и стали кормить его горячей картошкой, которая у них, вот, значит, пеклась тут же в костре. И обожгли ему нечаянно губы и язык. И у него запеклись уста. И с тех пор, как говорит легенда, оттого Моисей и стал картавым, и все евреи оттого картавят. Ну, еще есть на эту же тему материалы из русской традиции, в частности, из Тамбовской области. Значит, тоже особенности речи евреев связаны с особенностями Моисея, речи Моисея, которая здесь, ну, как бы признается, как бы, вот, отцом всего еврейского народа, да. Моисей немного заикался, поэтому евреи картавят. Ну, действительно, о том, что у Моисея были трудности, так сказать, с ораторством, да, и с разговорной речью, этот мотив есть в Библии, он был косноязычный, да, пока вот начинал говорить, так сказать, прекрасно, когда Бог открывал ему уста. А так, в общем, у него как-то бы это не очень получалось. Но вот этот мотив так причудливо отразился в народных верах. Выбытуют и другие объяснения, причем оценка может быть полярной. От признания особенности речи евреев как знака их избранности до интерпретации их акцента как божьего наказания. То есть здесь совершенно на равных правах существуют обе версии. Господь Бог любил евреев-израильтян, поэтому-то и выделил их от других народов при помощи языка их. От того-то они и картавят. Господь дал такую речь им изначально. Или просто Бог наказал. Евреи картавят от того, что они не крещеные. Значит, это тамбовские материалы. Ну, видимо, имеется в виду, что как только, значит, если еврей одумается и решит принять христианство, он тут же избавится от своего своеобразного акцента. Но каковы бы ни были особенности языка чужих, свой говор по сравнению с чужим оказывается всегда лучше, совершеннее и помогает в разных сложных жизненных ситуациях. И об этом вот такой карпатский народно-лингвистический анекдот, значит, записанный в Прикарпатии. Встречаются Русин и Мазур. Значит, Русин – это западный украинец, Мазур – это, соответственно, вот восточный поляк. Они нашли на дороге мешок мех с ячменем. И решили, кто сможет вот одним словом назвать эту находку, тому эта находка и достанется. И Мазур попытался по-всякому. Вороцек, ячменочек. Ячменочек, вороцек. Не получается, все равно у него, значит, как бы два слова неудачно. Тогда Русин гордо сказал «ячмих». То есть диалектное слово употребил «ячмих» – это «ячмень». А получилось, что у него два слова «яч» как бы от ячменя и «мих», «мех», «мешок». И выиграл спор. Так что иногда хорошо быть стихийным лингвистом. Еще одна особенность, значит, которая проявляется в отношении чужой речи – это восприятие ее как нечеловеческого языка. И здесь мы вступаем в очень такую интересную область народных представлений о чужих, как о не совсем людях, которые, в общем-то, поскольку у них и уклад жизни другой, и язык другой, и вера другая, то, в общем-то, это, наверное, есть все основания заподозрить их в контактах с потусторонним миром, с нечистой силой, с магией, ведовством и так далее. И вот, то есть, как бы, отделить их от мира людей, куда по определению, естественно, попадают только свои. И поэтому отношение к языку, к чужому, это проявляется в этих представлениях как о нечеловеческой речи или вообще как о немате. Ну, вспомним такой, значит, хрестоматийный пример, когда вот на Руси с средневековой традицией всех иностранцев называли немцами, независимо от того, так сказать, кто они реально были этническими, этнические. Да, немец – ничто иное, как немой. То есть, это вот такой этноним с оценочной характеристикой. И вот, значит, что тогда получается. Невнятность и неблагозвучность – вот что, как бы, характеризует чужой язык. И вот об этом можно привести в качестве примера любопытную болгарскую легенду. У болгар тоже есть, так сказать, с языковой точки зрения свои и чужие. И вот самым всегда объектом внимания и объектом комментария являются для болгар Валахи, Волохи. Это романский субэтнос, который живет, так сказать, на вот этом Дунайском пограничье. И Валахи есть и в Болгарии тоже. Так вот, значит, в самом этнониме Валахи или Волохи содержится внутренняя форма – влах, волох, валахатый, волосатый, косматый. И вот здесь как раз представление о том, что вот эти вот чужие, и они могут быть слегка звероподобны, косматы и волосаты, в этой легенде тоже присутствуют. Значит, один болгарский царь в давние времена решил очистить свое царство-государство от всяких маргиналов, разбойников, воров, грабителей, вообще криминальных элементов. Собрал их всех и выслал за Дунай, выгнал. И там изгнанники застряли на несколько столетий, причем получилось так, что он, видимо, изгнал их в какие-то очень пустынные земли за Дунаем. Они не видели людей, ни с кем не общались, постепенно обросли шерстью и забыли человеческий язык. Вот Волохи, да, они валахатые. Ну, а потом, через несколько столетий, другой болгарский царь все-таки вспомнил, что где-то за Дунаем какие-то ссыльные живут, решил вернуть их обратно, но заодно приобщить к истинной вере и к цивилизации. Значит, собралась экспедиция, поехала за Дунай и с заданием царским приручить этих самых диких людей, которые там обитают. И, значит, там очень забавно в этой легенде описывается, как, значит, эти самые дикие люди разбегались от царских посланников, они их там ловили, значит, сетями и селками, и вот кого где поймают, так того и называли. Ну, например, одному кричат «стань, стой», да, и он останавливается. Ну, говорит, ты будешь станку. Поймали там молодого человека, ну, ты будешь младку, ты там будешь, значит, вот еще какой-то. И вроде, значит, их всех, всех их нарекли человеческими, человеческими, то бишь, болгарскими именами, всех их покрестили, но это не очень помогло, потому что, как вот сетует эта болгарская легенда, до сих пор эти, значит, волохи так и не научились хорошо говорить по-болгарски. Ну, действительно, языковой барьер некий существует. Итак, в контексте этой легенды в лахе мыслится не как самостоятельный народ, да, а как некая, так сказать, отверженная группа своего народа, причем отвергли их за плохое поведение, как известно, да, как худшая часть своего этноса, маргиналы, изгнанные за пределы культурного пространства. Как уже я сказала, с точки зрения своей культуры, звучание чужого языка оценивается как странное, неблагозвучное и, в общем-то, смешное. Ну, так сказать, самые, как говорится, такие примеры, которые лежат на поверхности, ну, русские всегда отмечают своеобразное дзеканье украинцев, значит, это тоже может быть предметом насмешек, да, дзеканье белорусов или обилие шипящих в речи поляков. Поляки называют, такое прозвище есть в польских диалектах для немцев, дердедасы, ну, понятно, значит, фиксируя внимание на частотных артиклях немецких. Литвинов, вот этих самых белорусов, они называют белкоты, то есть от слова белкот, бормотания, такой невнятный говор. Украинцев Люблинского воеводства, которые там в большом количестве живут на этой польской территории, они называют хмаки. Такое прозвище мотивировано тем, что украинцы в своей речи употребляют окончание хмо, в первом числе множественного числа глаголов, и вот это хмо-хмо-хмо там все время в польские уши, видимо, как-то так забивает. Ну, а в ответ белорусы и поляки, белорусы и украинцы дразнят поляков пшеками. Ну, это вот понятно, да, от шипящих польских звукосочетаний. И если мы, вот, например, возьмем польские этнографические источники и соберем воедино все характеристики чужого говора, то получится, что чужаки, они, в общем-то, говорить нормально не умеют. А что они делают? Пищат, гнусавят, бормочат, визжат, свистят и кричат. Ну, такой, значит, какой-то зоопарк получается, в общем-то. Специфические определения существуют для речи евреев, и при этом утверждается, что еврейский акцент спутать невозможно.